С чем разобраться еще сложнее, чем даже с украинской инфраструктурой, так это с пенсионной системой. По состоянию на сегодня, она в нашей стране фактически банкрот. Кабмин уже давно пытается провести через парламент пенсионную реформу, которая призвана исправить такую ситуацию. Но! Пенсиями депутаты смогли заняться только на этой неделе. Да и то вот так вскользь. Проголосовали за правительственный проект в первом чтении. Итак, чего ждать украинцам от пенсионной реформы? Сейчас в стране действует солидарная пенсионная система. Это когда все работающие платят страховые взносы, которые идут на выплаты пенсионерам. Но есть проблемы. Денег не хватает. Ведь многие трудятся неофициально, зарплаты получают в конвертах. Да и количество работающих каждый год сокращается, а вот пенсионеров, наоборот, становится все больше. Результат – дефицит в пенсионном фонде только в этом году в 142 миллиарда гривен. Как будут латать эту финансовую дыру и чего ждать от реформы? Первый момент – пенсионный возраст. Его вроде и не поднимают, но при этом увеличивают страховой стаж. Постепенно с 15 лет до 35. Если стаж меньше 25 лет, работать придется дольше – до 63. А тем, у кого он меньше 15, на заслуженный отдых раньше 65 рассчитывать не стоит. Либо придется платить. Недостающий стаж можно будет купить. Те же, кто не работал вообще, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Второй момент – размер выплат. Их обещают осовременить и проиндексировать. Осовременить – значит поднять. Ведь пенсия будет зависеть от зарплаты, стажей, размера средней зарплаты в стране. Проиндексировать – значит повысить на уровень инфляции. Перспектива вроде радужная, но при этом снижается показатель оценки одного года страхового стажа на треть процента. А ведь именно этот показатель используют при расчете пенсии. Третий момент – спецпенсии для госслужащих, прокуроров и судей должны отменить. Исключения – военные. Также собираются отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для учителей, врачей и социальных работников. А вот работающие пенсионеры уже с осени не будут платить 15-процентный налог. Но пока все эти изменения – лишь проект. Окончательно принять пенсионную реформу депутаты должны осенью. А до того времени некоторые положения могут измениться.